Слава Иисусу Христу, друзья! Сегодня молитва. Здесь, в нашей Киевской епископии, молитва проходит сегодня в каплице Святого Иосифа. Часовня. Часовня Святого Иосифа. И сегодня будем совершать хлебопреломление. Священник от Любовь Давидовна Кушнировна приятного ряда все уже. Такая простейшая простая, что уже совершена у нас. И из Божьего Слова читаю сегодня из послания к Коринфянам. Аллилуйя! 11 глава, где говорится как раз о этом Таинстве. Сам Иисус передал апостолам хлеб и передал откровения. И Павел, апостол, хотя он не присутствовал там, на той вечере, в пасхальной вечере, последней пасхальной вечере Ветхого Завета и уже первый, получается, Нового Завета. Но он принял от самого Господа вот это откровение о теле крови Христа, о тайной вечере, о том, как все это совершалось. Физически отсутствует там, но получив это в Духе Святом, получив это как откровение, как Рэм, что стало архиважным просто событием и в его жизни, и благодаря этим писаниям, этим посланиям вот в Коринфе, в частности, посланию сегодня это благословение для всех верующих. Он пишет следующее. Послание к Коринфянам, первое послание, 11 глава, 23 стих. Он пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, ешьте, это тело мое, за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание». Так же и чашу после вечера и сказал, «Эта чаша Новый Завет в моей крови, это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот, или пить чашу Господню недостойно, повинен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот пьет и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. «Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собирайтесь на вечерю, друг друга ожидайте». Слава Богу! И вот сейчас в момент приготовления к этой вечере, в момент приготовления к Таинству и Дну, вместе с Любовью Давидовной Кушнир, может, пока присесть даже, мы молимся, благоставляем вас, Боиме Господне, но я также прошу, ведь кто-то может, допустим, совершить причастие вместе с нами, находясь у себя дома, где-то еще, но самое главное, чтобы это было, как сказано было здесь в послании к Калимфинам, чтобы было в рассуждении о теле и крови Иисуса Христа, и чтобы все эти благословения не проходили мимо, чтобы эти благословения, чтобы они действительно благословения, исцеления, освобождения, силы воскресения, чтобы они были в нас, верующих, и через нас. Слава Господу! И сегодня многие христиане вопросы тоже для себя задают и как бы в своей вере, в своем христианстве и в церквях, как часто причащаются люди. Я обычно говорю, что я стараюсь каждый день, бывает не раз, даже в день причащаюсь, а несколько раз бывает, когда есть такое борение, противостояние, духовная борьба, определенное размышление, нужно стоять в вере, вот эти дни, допустим, стоял в вере за исцеление, значит, и да, вот сегодня я, слава Богу, на ногах, сегодня я вот здесь, в каплице, в этой, вот, и слава Богу, принимал тело и кровь Иисуса Христа с верой, рассуждая, полное рассуждение в том заключается, полное Евангелие именно в том заключается, что Иисус Христос взял не только на себя наши грехи, не только Он пострадал за грехи наши, хотя это уже само по себе великая вещь на самом деле, потому что даже, вот, помните случай, когда Иисус однажды Он даже не сказал, что там исцелен быть, сказал, прощаются тебе грехи твои, то есть, для человека на самом деле, вот, это уже как исцеление, это уже как все в его жизни, знаете ли, порой человеку понять, принять прощение, да, что он прощен полностью, примирен с Богом, что Бог не сердится, что Бог во Христе примирил с собой весь мир, знаете ли, знать это, осознать это, это уже для него, для многих людей это уже исцеление, это благословение, это счастье, это все освобождение, вот, но Иисус сказал впоследствии, что проще сказать, встань и ходи, там, или прощай за грехи твои, и, ну, чтобы узнали, что сын человеческий может прощать грехи, вот, встань, возьми постельку и ходи, вот, и был, тот несчастный был войной, исцелен моментально, он взял постель и пошел, слава Богу, слава Господу, так что, вот так вот, рассуждаем о теле и крови Иисуса Христа, чтобы, как написано здесь, чтобы не осуждение, предприниматели, потому что, когда принимаем с осуждением причастие, то это, ну, нам не на пользу, абсолютно не на пользу, а нам на пользу, когда мы принимаем именно с рассуждением о теле Иисуса Христа, не с осуждением, да, а с рассуждением о теле Иисуса Христа и крови Иисуса Святой, слава Богу, так что, будем совершать любовь, и видимо, Ну да, возьмите, сразу там пулит, перетолкайте уже на престоле уже все. Помолимся. Вот, и вас все благоставляют, друзья, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, благостави сейчас братьев, сестер, благостави, кто будет принимать причастие, вот, получается, у себя дома даже, к примеру. Но самое главное, помоги принимать причастие в рассуждении о теле и крови Иисуса Христа. Рассуждая, не без осуждения, не осуждая, а рассуждая о теле и крови Иисуса Христа. Помоги, милосердный Отец, во имя Иисуса благоставляемый братьев, сестер. Вот, и иногда дома даже причастие не было сока, допустим, да, вот, и болел, значит, не было сока, значит, там, значит, там, и, значит, и хлеб остался только ржунной, черный, там, украинский хлеб. Порезал хлеб, чтобы черный взял, взял воды. Вот, хлеб под оказалось бы, да, но для Господа нет ничего невозможного. Он однажды и воду, вино проводил, кстати, да. Так что, значит, и, в принципе, просто самое главное, наше причастие, оно совершается не просто ртом, да, значит, желудком. То, что входит в нас, оно не может нас осквернить, вот, или не может нас тем более светить, вот, а то, что исходит из нас, причастие совершается здесь, в первую очередь, и здесь, то есть умом и сердцем, нашим самим рассуждением о тени Иисуса Христа, о крови Иисуса Христа. Вот в этом наше причастие и в хористе настоящее. Так что, благословляю вас всех во имя Господня. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Тогда сейчас у нас вот сокна, вот, мотца есть, опресники. Да, можем туда сейчас, которые нельзя пойти. Вот, вот. Вот у нас просто миноградный столб садочек. Я такой же покупаю у соседей. Вот. И рассуждение о теле и праве Иисуса Христа. О праве Господней, о теле Господнем. Пусть Бог благословит всех нас в этом причастии. Вот. Если вы причащаетесь, хоть даже дома у себя, хоть взять даже просто на лейбе воды и взяли хлеба. Вот. Рассуждайте сейчас. Рассуждайте о том, что Иисус Христос, Он действительно прорил свою кровь за тебя и за меня, за каждого из нас. То есть, как Мартин Лютер еще говорил еще когда-то в 16 веке, осознавать, признавать, говорит, что Иисус Христос умер за грехи всех нас, это как бы хорошо, благочестиво, но это не спасает, говорит. А рассуждать о том, что, и принимать, что Иисус Христос, Он умер лично за мои грехи, и принять Его как личного спасителя своего Господа, вот это, говорит, спасительно уже. Так что, Он не просто Господь всех, а Он мой Господь. Он не просто умер за всех, пролил свою кровь святую за всех. Это так. Но Он умер и лично за меня. Лично за меня пролил свою кровь. Аминь. И Бог открыл предчастие. У меня есть тоже песня такая, которая называется «Придчастие». А, может, даже споете? Да-да-да. Хочу спеть. Очень хорошо. Хочу поделиться вам этим откровением. Да. Вот так, чтобы было видно нас как раз тоже. Так, я не иду. Хорошо. Придчастие. А, «Придчастие»? Придчастие. Четырнадцатая. Четырнадцатая песня. Четырнадцатая песня. Прикоснется сейчас. Четырнадцатая песня. Четырнадцатая песня. Ломать возьмет от тела Христа. Не оскверни Его суету. Кушай оскорби вместе с тобой Поминай, Ишуа, муки твои Благодаря, не наше прими Это не хлеб, а тело твое За всякий грех, ланима оно И блатый хлеб, шедший с небес Рядущий его с тобою воскрес Церковь Христа, тело его Быть не плотским, духовным должно Не временным быть, но живущим вовек Соединись с Богом так человек Телом духовным, ланимым за нас Через плоть Ишуа, который нас спас Ибо сказал, плоть его есть И кровь его пить в том завет новый есть Это не хлеб, а тело твое За всякий грех, ланима оно И блатый хлеб, шедший с небес Рядущий его с тобою воскрес Аминь Аминь, аминь, аминь И рассуждаем сегодня действительно об этом Что его тело ланима за тебя, за меня И он воистину воскрес И потому и нас воскрешает Силы воскресения Аминь Аминь, аминь, аминь Благословенный Господь, Бог наш Царь Вселенный Давший нам хлеб из земли И давший нам плот винограмм для вазы Господь, благодарим Тебя за все Благодарим Господь за милость и благодатьство Благодарим за жизнь вечную, бесконечную Благодарим Господь за все Слава Тебе Аминь Благословенный Божий За каждого, за каждое грех Пусти каждого, кто участвует, Господь Кто сейчас взывает к Тебе В покаянии, Господь покрыл милостью Своей В имени Иисуса Христа Аминь Благослованный Борсловский Благослованный Ростовский Благослованный Большой Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя Благословен Господь Бог наш, давший нам жизнь, во Христе примиривший с Собой весь мир, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, Боже, Смой лучший за дар вечной жизни, во Христе Иисусе, Твое исцеление, Твое благословение, Боже, во имя Христа Иисуса. Благослови всех братьев, сестер, всех верующих, всех молящихся сейчас, все, кто будет совершать причастие, впоследствии принимать причастие, может, в кругу семьи, дома, где его не было того. Во имя Христа благослови Господь, во имя Иисуса Христа, во здраве души и тела. Аминь. Мир всем вам. Аллилуйя.